В институте Аншлаг пропускная система, четко отлаженная, призванная подчеркнуть серьезность будущей выборной профессии и добавить абитуентам и студентам толику ответственности, сегодня словно дала сбой. Но все согласовано. Родные и близкие выпускников на главной площади института в ожидании торжественного момента документального подтверждения о владении специальностью более чем четырех сотен юношей и девушек, пилотов, диспетчеров, авиатехников. Приятно, когда тебя ждут родные и не менее приятно осознавать, что ждут не только они. Авиакомпания приобретает воздушные суда с Аэрофлотом нашим, главным партнером, если говорить о летной специальности. Очень хорошее налажено партнерство. И мы сегодня гордимся тем экспериментом, который мы несколько лет назад начали проводить, что сегодня уже 40 наших ребят-выпускников заканчивают на тип воздушного судна, на Аэрбас, и получают сертификаты или устройство на работу гарантированно буквально в первые две недели после выпусков. На протяжении нескольких лет курсантам УИГА преподавался огромный багаж теоретических знаний и передавался бесценный опыт прославленных педагогов. В их распоряжении были учебные самолеты и вертолеты, как российских, так и зарубежных марок. Диспетчерские комплексы позволяли полностью погрузиться в работу полноценного аэропорта, а более сотни разнообразных современных тренажеров, имитирующих как легкомоторные самолеты Як-18Т и Диамант, так и гиганты Аэрбас и Боинг, позволяли почувствовать себя за штурвалом с первых курсов. Мы постарались сделать все, чтобы авиационной столице, город Ульяновск, максимально было комфортно для вас, тех, кто родился и кто здесь получал среднее образование, для тех, кто приехал в этот город для получения высшего образования. Удачи вам, счастья, процветания нашему замечательному учебному заведению и нашей великой стране. Кроме губернатора, проводить выпускников большой полет пришли директор департамента федерального Минтранса Константин Пашков, председатель комитета Совета Федерации Сергей Рябухин, начальник управления федерального агентства Максим Костылев, председатель регионального ЗСО Анатолий Бакаев, руководители российских авиакомпаний, российские летчики-космонавты и заместитель министра транспорта Российской Федерации Сергей Арестов. В сфере авиации мы давно уже восполнили те кадры, которые были даже в Советском Союзе. Мы готовились сейчас лучше, больше и качественно, чем были ребята в Советском Союзе. Почему? Да по одной простой причине. Техника у нас стала другая, соответственно и требования другие. Мы сегодня полностью готовы столько, сколько нужно пилотов для нашей гражданской авиации. И наши пилоты востребованы. Начиная с 1993 года в учебном заведении успешно прошли подготовку более трех тысяч высококвалифицированных пилотов. Практически все из них трудоустроились по своему профилю в российские и зарубежные авиакомпании. Евгений Луковкин, Александр Кудряшов, репортер 73. Евгений Луковкин, Александр Кудряшов, репортер 73. Евгений Луковкин, Александр Кудряшов, репортер 73.